Байка. Байка про меня. Я играю меч старикату, назывался спектакль детский. Я играл толстого Титхыка, который предатель такой. Там был главный герой Ланг. И был такой момент, Ланг должен был пройти во дворец дракона. А так как вхож во дворец дракона был только Титхык, он подходит к нему и говорит, Титхык, ты должен показать нам дверь, через которую мы должны пройти в этот дворец. У меня там была реплика, это оговорка. Сразу говорю, что это моя оговорка. У меня была реплика, да, я знаю, у меня есть потайная дверца, я через нее в сад за яблоками ложу. Он показывает стрелу, покажешь нам? Да, покажу. Ну и все, мне почему-то вылетел этот текст, мне грозит стрелой. Покажешь нам дорогу в логово дракона? Я говорю, да, у меня есть задний проход. Я через него в сад за яблоками ложу. Артистов вырубают, они поворачиваются к середину спиной, прохохотались и играли дальше. Хорошо, хорошо. Ну вот видите, сразу байки, нормально. Расскажи анекдоты, заработай денег. Участники сбрасываются по одной тысяче рублей, рассказывают по кругу анекдот, после каждого круга голосуют за самого хренового рассказчика. Победитель забирает все. Дорогой, ты меня, пожалуйста, сегодня назови каким-нибудь грязным словечком. У меня есть задний проход. Короткие же тоже можно? Живем мы с короткими. Кто из них герои всех рассказал? Игорь. Игорь, да я с... Вот здесь правда. Мне очень нравится, как ты гнобишь людей. Наконец-то Господь услышал наши молитвы. Коля, Коля, соберись, давай, давай, все, сейчас.